Хорошо. Все, давайте, вот так вот. Ну я же типа Рысь, понимаешь? У меня все по стилю, у меня же... Это же все не просто так. Привет, меня зовут Мария Рысь, и сегодня я вам расскажу о съемках музыкальных видеоклипах. Как это происходит, где это происходит, как туда попасть. Расскажу вам сегодня именно я, так как имею опыт, снималась в разных клипах зарубежных и украинских исполнителей. Попала первый раз через кастинг. Модельное агентство пригласило меня на кастинг, который я успешно прошла, конечно же. После чего успешно отсняли первый мой клип с моим участием. После режиссеры начали предлагать съемки в других клипах, уже украинских исполнителей. Сейчас новый формат родине, я отсюда буду спрашивать. Я думаю, это будет круто. Мария, долго съемки идут? Съемки могут проходить как несколько часов в каком-то заезженном месте, например, в какой-то заезженную студию, так и затягиваться до нескольких недель. То есть это в зависимости от локации. Если это снимается в какой-то одной квартире или один отель, тогда достаточно, конечно же, одного съемочного дня. То есть это могут быть просто сутки. За сутки отснять все. Мудряются некоторые, снимают разные локации, и получается довольно-таки долгий период времени. То есть, я говорю, несколько недель. А всегда ли оплачивают? Всегда ли оплачивают? Не оплачивают только массовки. И то... Иногда оплачивают, иногда не оплачивают массовки. Видеоклипы зачастую оплачиваются абсолютно все. Ну, насколько я сталкивалась с этим. То есть разные бюджеты, опять же, такие... Если режиссер хочет видеть именно тебя, то вы можете договориться о сумме, которая тебя интересует, в принципе. Разные погодные условия могут снимать якобы лето, а на самом деле сейчас вот... Ух, холодно. Скажи, конкуренция большая была на кастинге? На самом деле, от этих кастингов знают довольно-таки мало людей. Это более так для избранных, поэтому... Нет, конкуренция небольшая. Зачастую предлагают... Могут предлагать лично, могут отбирать среди девочек. Но, в принципе, если ты понравился режиссеру, если он считает, что именно ты должна быть в этом клипе, то несложно попасть. Да, есть боль в таких съемках, во время съемок, потому что снимается очень долго, очень трудно. Опять же, такие погодные условия, например, на моем опыте были съемки, которые проходили в лесу. Это был также загородный отель, потому что режиссер считал, что снимать должны именно в отеле, который находится за 50 километров от Киева. Мы все думали, что это, наверное, круто, что он что-то знает. Но когда мы туда приехали, мы увидели просто обычный саудеповский отель, который вообще никого не впечатлил. Там было холодно, скучно. И когда это все довольно-таки долго там снималось, и никто не понимал, почему нельзя было отснять это в Киеве, почему нужно было ехать так далеко, но сняли именно там, потому что такова задумка. То есть снимается долго, трудно, холодно, в общем-то, как и другие любые съемки. В общем-то, ничего нового. Украинские исполнители, зарубежные исполнители, русские, на самом деле, неважно. Абсолютно все сейчас снимают в Киеве, потому что это дешево. Красивых девушек много, много моделей, много красивых локаций и так далее. Поэтому Киев, Украина, клипы все здесь. Если вы примете участие в съемке, это будет как минимум интересно, это будет очень полезный опыт. Думаю, вам будет приятно узреть себя на отечественном или нет телевидении, или где-то на канале, YouTube-канале, неважно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Мой инстаграм. Всех жду. Пишите ваши вопросы и отзывы. Очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!